Они уже обеспечили себе выход в чемпионат Европы по мини-футболу. Сборная России заняла первую строчку в таблице своей группы, а следом за нашей национальной командой разместилась Грузия. Остается последний матч группового этапа, и несмотря на безоговорочное попадание в финал турнира, обе команды настроены решительно, спортсмены не теряют мотивации побеждать. Вновь местом проведения игры стал универсальный спорткомплекс Подмосковья. Так перед началом матча по традиции звучат гимны стран Грузии и России. В начале первого тайма сборная России без промедлений принимается атаковать. Рабинио открывает счет ударом в дальний верхний угол. Так первый гол Россия забивает на второй минуте матча, но далее не сбавляет обороты. Уже на третьей минуте нашей сборной вновь удается отправить мяч в ворота гостей. В попытке отыграться грузины организовали опасный момент, но все же гостям не удалось взять ворота сборной России. А далее наша команда вела игру с явным преимуществом. На перерыв спортсмены отправились со счетом на табло 2-0. Стоит отметить, на этот раз игроков поддерживали болельщики. Послабление ограничений позволили заполнить трибуны на треть. Посмотреть матч приехали как щелковцы, так и гости из соседних городов. За какую команду сегодня пришли поболеть? Я чисто за Грузию болею. Дочка болеет за Россию. Потому что я грузин, но гражданин России. А живете в Щелково? Да, 50 лет. Расскажите, пожалуйста, как вам игра? Игра хорошая. Ну, российская сборная, бразильская, она сильнее. За сборную России. Вот каково это сегодня находиться на этой игре? Все-таки впервые, да, вот в этом году удалось попасть на матч. Ну да. Я думаю, что здесь обоюдно. Как команде, так и нам наконец-то удалось выплеснуть эмоции. Потому как, допустим, без зрителей, как на тренировке, да, команда себя ощущает. Во втором тайме сборная России продолжила атаковать. Гости успешно одержали оборону до четвертой минуты. Но чуда не произошло. И очередной гол в ворота Грузии отправил Андрей Афанасьев, таким образом совершив дубль. Попытка пробить оборону сборной России не увенчалась успехом. Игра набирала скорость. И грузинские спортсмены на протяжении всего тайма рисковали не раз. Команду выручал вратарь, отражающий опасные удары. Завершилась игра со счетом 3-0 в пользу России. Наша сборная – безоговорочный лидер в группе 2, победитель шести матчей отборочного этапа. Впереди Евро-2022 по мини-футболу. Соревнования пройдут в Амстердаме и Гронигине. Помимо нашей сборной в играх примут участие еще 15 команд, в том числе и сборная Грузии. Чемпионат Европы пройдет с 19 января по 6 февраля. Шанс завоевать главный трофей у нашей команды «Велик» – национальная сборная России по мини-футболу – является победителем чемпионата Европы 1999 года, а также пятикратным серебряным и трехкратным бронзовым призером этих соревнований. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.